Сегодня тема моей проповеди Будь доволен! Вы знаете, что мы похожи на людей Израиля? Вы знаете как? Какие-нибудь идеи? Я вам скажу, помните, когда израильтяне были в Египте, они постоянно роптали. Потом они переехали, уже уехали из Египта, и они все равно роптали. Помните, когда мы жили в Советском Союзе? Так случалось, что мы недовольствовали. Но когда мы переехали в Святую Землю США, что происходит с нами, иногда мы все равно ропчем. И мне интересно, что же произойдет, когда мы переедем на Луну? Поэтому тема моей проповеди сегодня — Будь доволен! Библия призывает нас быть довольными. Я понимаю, что у нас иногда есть причины для недовольства. Иногда мы хотим что-то улучшить, исправить. Но во многих случаях нам просто не нужно роптать. Нам нужно быть довольными. Иногда мы хотим очень много. Иногда мы очень легко расстраиваемся. Или иногда у нас недостаточно Бога в жизни. И вот почему мы недовольны. Или недовольны. Давайте посмотрим, что же нам об этом Библия говорит. Библия призывает нас быть довольны. 1 Тимофея 6. Здесь сказано «Великое приобретение быть благочестивым». И довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Это другой перевод на английском языке. То есть там сказано, что это большое богатство. Великое богатство. Итак, значение довольствия. Это удовлетворение. Счастье. Довольство. То есть наслаждение. И это противоположно раопату. Это когда люди благодарны. Это когда мы эмоционально и умственно довольны тем, что у нас есть. Это когда мы эмоционально и умственно довольны тем, что у нас есть. Это когда наши желания, они совпадают с его желаниями. Но библейское местописание, которое мы только что прочитали, оно говорит о довольствии. И также оно говорит о благочестии. Итак, что такое благочестие? Благочестие — это то, что соответствует желанию Богу и его закону. Другими словами, благочестие — это святость. Это моральность, праведность и божественная, благочестивая жизнь. Библия нам говорит, что когда мы довольны, то это приобретение. То есть мы что-то приобретаем. Другой перевод говорит, что это великое богатство. Чтобы что-то завоевать — это значит что-то захватить. Или сделать прогресс. Чтобы улучшить ситуацию. Нам нравится, когда люди вокруг нас счастливы и довольны. Во время проблемы очень трудно быть довольны. Здесь показывается ваша духовная зрелость. Это хороший индикатор ваших отношений с Богом. Это открывает ваш духовный уровень. Открывает ваш духовный настрой. Было ли когда-то с вами, когда вы идете на посещение больных людей, они в большой проблеме. И вся их семья, она в скорби. И ты приходишь к этим больным, чтобы их утешить. Ты хочешь их поддержать. Иногда, когда ты смотришь на их обстоятельства, у тебя даже слов нет. Ты не знаешь, что им сказать. И вдруг, этот человек, которого ты пришел посетить, он очень болен. Они начинают тебя поддерживать. Они начинают тебя утешать и ободрять. И потом, ты уходишь от этого человека, ты идешь и думаешь, ты убедился, что ты забыл, что ты пошел их утешить, их ободрить. Но вместо того, чтобы ты это сделал, у меня есть тетя, которая парализована. И уже более 10 лет она не может ходить, у нее есть двое детей. И всякий раз, когда я посещаю ее, она наверняка сейчас нас смотрит в прямом эфире. И всегда, когда я хочу ободрить ее, она меня ободряет. Вот это я называю настоящим довольством во Христе Иисусе. Знаете, мой отец сейчас болен. У него очень серьезная болезнь. И когда я иду на посещение, я наблюдаю, какой настроен его духа. И я просто почитаю его отношения. Его дух настолько жив, он настолько благодарен. Он полон радости. Он не робчет. Он меня ободрит. Он благодарен. Он всегда славен Бога. Я говорю, папа, как у тебя дела? Он говорит, слава Богу за все. Я вижу в этом духовную зрелость. Как насчет нас? Духовно ли зрелые мы? Давайте прочитаем филиппийцам 4 главу. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть доволен тем, что у меня есть. Я умею жить в скудости. И я научился жить в изобилии. Я научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. В изобилии или в недостатке. Все могу в укрепляющем меня и Иисусе. Быть довольным, нужно научиться. Апостол Павел в Библии говорит, что я научился. Недостаточно просто согласиться со мной, что это хорошо быть довольным. Чтобы называться христианином, этого недостаточно. Библия нам говорит, что мы должны научиться. Это стиль нашей жизни. Это процесс научиться быть довольным во всех обстоятельствах. Знаете, у всех у вас есть дети. И иногда, когда дети не получили свою игрушку, они начинают роптать. Они начинают кричать, они падают в истерике на пол. И мы знаем, что здесь ничего такого страшного не произошло, они не должны роптать. Но для меня, знаете, мы как взрослые иногда так же себя ведем. Знаете, у взрослых большие игрушки. Знаете, у жены, когда она не получила ту дорогую коляску для ребенка, она может роптать. Когда жена не поддерживает мужа, чтобы купить дорогущую машину, он тоже может выразить свое недовольствие. Знаете, иногда мы себя ведем точно как дети. Но Библия нам говорит, будьте довольны. Я научился быть довольным во всех обстоятельствах. Библия нам говорит, что я научился секретом. В этом очень сильно глубокая мысль. Что есть тайны, которые нам нужно разузнать. В другом переводе сказано, что я научился страдать в нужде. Знаете, иногда, будучи христианами, мы очень много недовольствуем. Что мы не можем никак заработать на дом, мы живем в квартире. То мы не можем купить дорогую мебель. Когда мы не можем купить дорогое мебель. Когда муж тебе говорит, что нельзя идти в магазин покупать разные вещи и тратить на них деньги. И иногда мы просто страдаем для того, чтобы жить высоко, материально, богато. Мы не хотим отставать от тех, кто наряжается, кто одевает очень такие дорогие брендовые одежды. Мы на них так смотрим и мы не хотим отставать от них. Мы смотрим на людей, которые ездят на дорогих машинах. Но Библия нас учит, расслабьтесь, успокойтесь, дети мои. Не теряйте из-за этого мир и радость. Не ссорьтесь из-за этого со своим супругом. Будьте довольны. Библия говорит, что это великое преобладение. Нам нужно научиться быть довольны. довольны ли мы в ежедневной нашей жизни? Посмотрите на наших детей, когда они идут в покое каждый вечер спать. Вы наблюдали, когда дети спят? И они такие милые, такие драгоценные, когда спят. А потом ты проверяешь телефончик и смотришь там война. Смотришь война в Сирии, в Украине. И мамы со своими младенцами должны где-то в канализации прятаться. И тогда до тебя доходит. я должен быть довольным. И знаете, когда мы в ресторан иногда идем, до нас не доходит, что на самом деле мы имеем. Мы, будучи такими сильными, мы даже закончить свою еду в ресторане не можем. И потом нам еще везет, что мы можем бесплатно дополнить свой напиток а потом еще нам коробочку домой отдадут с собой. Потом у нас есть океаны, души, машины. У нас самая богатая страна в мире. Мы благословены. Ты живой сегодня. Ты должен быть довольным, ты должен ценить жизнь, ты должен ценить своих родителей. Иисус Христа. я просто умоляю вас, цените своими родителями. Не жалуйтесь, что у вас нет iPad. Не жалуйтесь, что нет последней версии of video game. Appreciate your parents, цените своих родителей, цените церковь, цените жизнь, цените страну, цените Богом. Будьте довольны во имя Иисуса Христа. God can give you something that people, money cannot replace. Only God can give you true peace. Only God can give you true rest. Only God can give you comfort, hope. Only God can give you forgiveness. Only God can give you strength. Only God can give you eternal life. You cannot buy it with money. Your connections will not help you. That's why we have to be content. Proverbs 19, it says, The fear of the Lord leads to life. And he who has it, will abide in satisfaction. And he will not be visited with evil. Fear of the Lord leads to life. And as a consequence, you will be satisfied. Another translation says, The fear of the Lord leads to life. Then one rests content. Untouched by trouble. And untouched by trouble. Библия нам говорит о том, Библия нам говорит о том, что довольствие не только, когда у нас трудности материальные. Но это приходит через взаимоотношения с Ним. Здесь сказано, что страх Господень ведет к удовлетворению жизни. Sometimes, maybe you met people who are so on fire for God. Иногда, может быть, вы встречаете людей, которые настолько в огне для Господа. They have this zeal for the Lord. У них есть ревность по Господу. But they don't have peace. Но у них нет покоя. They are never happy. Они никогда не довольны. They are complaining. Они постоянно робчат. They are fighting for holiness. Они постоянно сражаются за святость. But they are grumpy. Но они недовольствуют. Remember, the Bible says, the fear of the Lord leads to satisfaction. Leads to contentment. Уведет к покою жизни. So if you see people who are fighting for holiness, but you see that they have not peace, remember, the holiness is peace and contentment and satisfaction. and this is what the Bible says. Это Библия говорит. That's why the Bible says even we, as we are, wholly good experienced Christians. Это даже Библия нам говорит, что даже если мы святые, христиане с опытом, we need to be content. Нам необходимо быть довольными. And we need to learn how to be content. And sometimes the fear of the Lord the fear of the Lord is the highest form of respect towards God. Это высочайшая форма уважения к Богу. This form of respect, this reflects our relationship with Him. Это форма почтения отражает наше отношение к Богу. Это показывает наш духовный уровень, зрелость духовную. Например, когда в своей жизни какие-то трудности и ты проходишь какие-то испытания, ты можешь посмотреть на этот день, например, с другой стороны. ты можешь, например, сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты учишь мне терпение. Благодарю Тебя, что Ты показываешь мне мои недостатки. Благодарю Тебя, Господи, что Ты открываешь мне, что я все же легко могу быть ранимым. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты показываешь мне, что я не могу быстро прощать, поэтому я недоволен. Благодарю Тебя, Господи, что Ты мне указываешь, показываешь, что мой покой не в Тебе. Моя радость не в Тебе. Мне, как христианин, я всегда думал, что Иисус является самым важным в моей жизни. Будучи христианином, я понимаю, что самое важное в моей жизни это Иисус Христос. Я так был уверен, что только Иисус мне нужен в жизни. Я был настолько уверен, что Иисус самый важный в моей жизни. Я знаю, что Иисуса достаточно для этой жизни. Но, будучи христианами, мы живем в другом стиле жизни. Мы живем такой жизнью, что Иисус плюс. Иисус плюс дорогая коляска, дорогая машина, дорогой дом, дорогая одежда. Я пойду на покупки делать, меня не трогайте. Не обличайте. Не обличайте. Но все же Иисус самое важное в моей жизни. Но если я заберу от тебя шопинг, если я еще что-то от тебя заберу, если я деньги от тебя заберу, если я поставлю тебя в ситуацию, где ты не с самыми лучшими людьми на работе будешь работать, тогда довольство исчезает. Сегодня у нас немножко жарковато в церкви. Вы знаете, как оно может повлиять на наше довольство в жизни? И мы можем говорить, да, Иисуса достаточно в моей жизни. Но в реальной жизни, если Иисус и плюс AC равно счастье, если Иисус плюс хорошая жена и плюс много денег, и много того, и хорошие работники, вот тогда настоящее довольство, да? Но Библия совершенно о другом нам говорит. Что страх Господен. Нужно научиться такому стилю жизни. Иногда мы требуем от своих супругов, от церкви требуем, от Бога. Мы практически демонстрировать что на самом деле Иисуса недостаточно. Мы готовы быть счастливы только когда все идет по моему плану. Только тогда, когда все идет по моему плану. Так как я это вижу и так как я хочу. Хочешь измениться? Окей, давайте сделаем. Ты готов измениться? Окей, find you a friend who is sitting next to you Хорошо, найди друга, который сидит рядом и скажи, в следующий раз ты будешь роптать, ты ему 20 долларов отдавай за это. Еще хочешь меняться? Ты просто обанкротишься. Ну ладно, давайте начнем с пяти долларов. Каждый раз, когда ты чувствуешь себя недовольным, 5 долларов отдаешь. Ну и конечно, куда же ты приносишь эту сумму? To God, to church. Конечно же, в церковь. And double blessing. Это будет двое благословение. Ты чему-то учишься, и Божье царство растет. Вот так практически мы можем научиться. Представьте себе, когда апостол Павел писал эти местописания. Если исторически прочитать историю этого человека, мы знаем, через что проходил Павел. Okay, you know, when I'm preaching about contentment, знаете, вот я проповедую сейчас о удовольствии, anyone could tell me, if you only knew, и каждый из вас может сказать, если бы ты только знал, if you only knew my circumstances, если бы только знал мои обстоятельства, if you only could have one day with my spouse, если бы ты только один день провел с моим супругом, you would change your topic. Тогда тему ты быстро бы поменял. If you only knew how I suffer, если бы ты только знал, как я страдаю. I agree. Да, я согласен. Но апостол Павел, he has all the rights to say this. Let's see what he went through. Давайте посмотрим, что он, через что он прошел. He was in prison. Он был в тюрьме. Anyone been to prison except for speeding? Кто-то из вас был в тюрьме, кроме нарушения за превышение скорости? Это не считается. Это не считается. He was in a storm and he was drawing. Он был в шторме на море, где тонул. Anyone went on a cruise and the cruise went down. Кто-то на круизе был, когда корабль тонул? He was beaten. Его били палками. He was stoned. Его побивали камнями. до смерти. Мы даже близко не стоим с этим человеком. И он же говорит, христиане, будьте довольны. Он имел право. Praise God for this. If a person has a fear of the Lord, material things, money will not be a priority. It will eliminate many arguments in your family. Fear of the Lord. What is fear of the Lord? The highest respect towards God. It should be seen by people around you. By your actions, by your words, by your attitudes. And the fear of the Lord, the Bible says, leads to life. И страх Господень, Библия говорит, ведет к жизни. It's true life. Godly life. Благочестивая жизнь. Not hell in your house, but life. Fear of the Lord brings God's presence to your home. And it brings many blessings to your family. Fear of the Lord helps you to make right decisions. Страх Господень помогает тебе принимать правильные решения. Как контролировать свой гнев. Как наблюдать за своим языком. Fear of the Lord shows you where you are wrong. Страх Господень указывает тебе на твои неправильные действия. И призывает тебя жить по своим заповедям. Fear of the Lord shows you a totally different perspective on life. Страх Господень, он показывает совсем другое отношение к жизни. Он ведет к счастливой жизни. The person with content, the Bible says, he will not be visited with evil. The Bible says. Do you have fear of the Lord in your life? Есть ли у тебя страх Господень в твоей жизни? Do you see how it's connected? Видите, как это все соединено? Иногда мы сердимся на людей. И у нас целый список важных причин, почему мы недовольны. Но иногда есть намного глубокая причина почему благочестие, страх Господень это последствия довольствия. Последствия довольствия. Возможно, сейчас ты проходишь очень сложное время. Может быть, ты заслужил это. Может быть, ты что-то посеял. А сейчас пришла жатва. И мы вместе с тобой можем стоять перед Богом и просить милости Его. Может быть, это испытание, но Бог работает над тобой. Бога все под контролем. Может быть, Бог через тебя показывает и демонстрирует для других великим примером как христианин практически должен пройти сложные, трудные времена. Эти примеры, они очень редкие в наше время. Не сдавайся. И помни, Библия говорит, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть опыт не только других. И Бог верен. И послушайте, Он не позволит вам быть искушаемым сверх сил. Когда вы и в искушении, Он покажет вам путь, как пройти и перенести это все. Вы думаете, что вы не вытерпите эту ситуацию, но да, вы пройдете. Потому что Бог все рассчитал. Он сдался до всех деталей. Ты сможешь это пронести. Поверь в это Слово Божие. Держись за это Слово Божие. Когда человек довольный, это знак благодарности Бога, благодарности людям. Это знак доверия Богу, что Бог все под контролем. Это знак хороших взаимоотношений с Ним. Это знак, что у человека есть страх Божий глубоко внутри. Слава Богу за это. Самый большой симптом недовольных людей это ропот. И давайте посмотрим, как практически мы можем стать довольными. Это не зависит от того, что у нас есть и чем мы владеем. Это не зависит от того, как мы себя чувствуем. Человеческий мир и покой он не снаружи, а изнутри находится. Когда наши желания исчезают, тогда приходит довольство. Я прочитал одну такую цитатуру, что настоящее довольство в том, когда ты не там. Это истинное довольство. Вы можете на это кто-то аминь сказать? Истинное довольство когда ты не там. Потому что если бы ты уже там был, тогда ты уже это недовольство мог бы принести, тогда ты его с собой бы принес. Итак, когда ты не там, потому что там есть удовольствие. Это просто такая возможность. Довольство основывается на твоих взаимоотношениях со Христом. Итак, как мы можем быть довольными? Первое. Довольство отражает ваше взаимоотношение со Христом. Мы уже прошли через места Писания. Страх Господень ведет к жизни. Ледит к удовлетворению. Ледит к довольству. Страх приносит истинное довольство. Если у тебя это одна из причин почему ты недоволен, почему ты несчастный, почему ты недоволен. У тебя есть много разных причин, но помни единственную причину. Пришло время уже думать только об этой причине. Может быть недостаточно Бога в твоей жизни. Нет достаточно взаимоотношений с Ним. Другое место Писания говорит, я могу все в укрепляющем меня Иисусе. Я научился быть доволен. Что это означает я могу сделать все сие через Иисуса? Означает ли это то, что я могу выйти на парковку и поднять машину? Потому что там сказано, что все могу. Или могу я спрыгнуть с крыши и полететь? Что значит я все могу? Когда мы посмотрим на контекст, там сказано, что я могу пройти и перенести все через Христа. Я могу понести многое через Я могу пройти эти сложности и трудности через Иисуса Христа. Через все сложности. Почему? Потому что Он дает мне силу. Когда? Когда у тебя есть с Ним взаимоотношения. А сейчас ты думаешь, почему я не могу понести то, что я сейчас прохожу? У тебя есть взаимоотношения с Христом? У тебя истинное взаимоотношение? У тебя есть страх Господен? Могут ли члены твоей семьи засвидетельствовать и сказать, да, у него есть страх Господь? Ты можешь сказать это Богу, Бог, у меня есть страх Господь. Если у тебя это есть, Библия утверждает, что Он даст тебе крепость. Он даст тебе силу пройти все трудности. И вот почему ты сможешь все пройти. Потому что благодаря Ему, через Него Библия говорит, Истина только в Боге успокаивается душа моя. Сказано, что только в Боге нет других вариантов, чтобы найти покой в душе. Однажды я помню, как я рассердился на свою жену. Это место Писания просто было жизнеизменяющее в тот момент для меня. Что истинный покой и истинный мир приходит только от Бога. Иногда никто не может это заменить. Даже ни супруга, ни какой другой человек. И это делает нас очень зависимы от Бога. Это переносит нас из пункта А, где наше довольство зависит только напрямую от Бога. Страх Господень приносит довольствие. now godliness with contentment. Теперь благочестие и довольство. Russian Bible says godliness and contentment. Библия нам говорит, что благочестие и довольство. Russian Bible says godliness and contentment. Русская Библия говорит, что благочестие и довольство. English Bible says contentment I'm sorry contentment godliness with contentment. А в английском переводе сказано, что благочестие с довольством. То есть заключение такое, что благочестие и довольство они очень соединены между собой. I don't believe that you can have godliness without contentment. or the other way around. You can be content without God. And ASB translation it says another important another interesting detail. But for those who understand English, listen. But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. То есть благочестие это великое приобретение, которое идет совместно с удовлетворением. Оно неразделимо от довольствия. Без этого благочестие не может быть истинным. We strive to be holy, we strive to improve. Мы хотим быть святыми, мы хотим улучшить свое состояние. one of the practical steps how to have contentment is to have godliness and to have that fear of the Lord. To have then it will bring us true joy, true peace, positive attitude. Sometimes our negative attitude kills the atmosphere. You can ask your co-workers how do they like being around you. can ask your spouse. You can ask your team. Do you have that reputation of being negative? The Bible talks about it. The negative spirit kills the atmosphere, kills the mood. life, kills your whole day, kills your hope, but fear of the Lord, Godliness, brings contentment, true contentment, and brothers and sisters, we are, as Christians, we are to grow and to be contentment. We are to develop that contentment in our life. Contentment depends on your relationship with Christ. If you have godliness, if you have fear of the Lord, sometimes it's also based on what you have lived through, what you have survived. what you have learned in life, what you have learned in life, then you value life differently. Then you value life differently. The more you live, the more your priority changes. It's a sign of maturity. That's why contentment it's also a big sign of Christian maturity. And we as Christians, let's ask that question. Do I have enough God in my family? Do I have the fear of the Lord in my life? Am I happy? Am I complaining? Am I complaining? About toys, electronics? About toys, electronics? The internet is so slow. Oh, internet is so slow. Oh, the internet is so slow. Be content. Be content. Praise God. Praise God. We should be content because we are forgiven. Possibly you are discontent because you don't have enough Jesus. And maybe you need Jesus. And because you need Jesus. That's why you are discontent. You are unhappy. And you can't do anything about it without Jesus. And now let's all praise. Let's stand up. Let's stand up. While we are praying. While we are praying. If you need to ask for forgiveness. If you need to ask for forgiveness. Please do so today. Please do so today. If you need to repent. If you need to repent. You are in the right place today. You are in the right place today. If you need to talk to God. If you need to talk to God. Please do deeply, sincerely. Because He is giving us a chance. Every day. Every day. He is saying to you. My son and my daughter. Look at you. You are alive. You are forgiven again. I gave you another chance. I give you another chance. You blow out this 120 chance. But I give you another chance. But I give you another chance. Please don't complain. Please don't be grumpy. Please don't be grumpy. Please don't have this negative attitude. Please don't have this negative attitude. Be grateful for what you have. Be grateful for what you have. Appreciate the church. Appreciate God. Appreciate God. Appreciate life. Appreciate life. Appreciate parents. Appreciate God's sacrifice on the cross. И приди к Нему. И будь благодарен. Во имя Иисуса. Аминь.